24 сентября завершился краевой профессиональный конкурс «Учитель года Кубани по основам православной культуры» и состоялась церемония награждения финалистов. С приветственным словом к участникам обратился руководитель отдела религиозного образования Екатеринодарской епархии протерей Александр Игнатов. Для того, чтобы продолжать образовательные проекты, которые наше дело религиозного образования, невзирая даже на эти периоды пандемии, все равно, наверное, продолжаются. Это любой из сложных идей, формы, которые проводятся совместно с Министерством образования, приведут участие большого количества преподавателей, которые сегодня, невзирая на что несут свет веры в аудитории, где собираются сегодня дети. Сегодня мы сами чувствуем, насколько важен им вот этот духовный хлеб, вот эта духовная пища, потому что сам Христос говорит нам, не хлебом одним будет жить человек, а всяким словом, восходящим Иисус Божий. Вот если мы будем детей питать живым, вечным словом Богом, будем рассказывать им просто не евангельские притчи, а подтверждать эти притчи и слова, и учения нашего Спасителя Христа делаем в своей жизни. Вот тогда люди, и особенно дети, видят добрые дела Ваши, прославят Отца Вашего небеса. Так сказал сам Христос. Конкурс проходил два этапа, по итогам которых были выявлены 10 лауреатов, из числа которых по результатам выполненных конкурсных заданий и набравших наибольшее количество баллов были объявлены три финалиста. По результатам финального состязания жюри выбрало победителя. Победителем краевого профессионального конкурса «Учитель года Кубани» по основам православной культуры становится Елена Владимировна Петлина. «Учитель, который мы получили за эти замечательные четыре дня, он не забываемый, он очень ценен. И, конечно, когда я сегодня приду домой, и в тот день я приду в свой класс, я привлечу туда. Идеи, мысли, которые вот бегут впереди меня, я прям уже хочу то и то и то, и прям я знаю, что мои идеи, они получат от меня еще больше. Теплоты, заботы, знаний, потому что я их иногда называю карандашами. Почему карандашами? Вот они пришли ко мне в этом году, у меня первый класс. Я говорю, вот коробка, и мне 25 карандашей, потому что у вас 25. Но в эту коробку я положу только тот карандаш, который позволит себя держать в чьей-то руке. Во-вторых, положу тебя в эту коробку, только если ты позволишь себя иногда затачивать и получать при этом некую боль, но это тебе необходимо, чтобы стать самым лучшим карандашом в этой коробочке. Я тебя положу в эту коробку только тогда, когда ты позволишь вытирать твой след, потому что, как любой карандаш имеет право на ошибки, но самое главное умеет не знать эту ошибку. И самое главное, попадет в мою коробочку тот карандаш, который не важно будет, на какой поверхности он писать, главное, ставит свет после себя. И если ты согласен выполнять все эти мои правила, ты будешь самым главным карандашом в моей коробочке. И вот эти 25 карандашиков, с открытыми глядящими на меня своими глазами, они сказали, ну, где-то у нас в эту коробку, что вы должны делать? Я говорю, где-то, но и жить по традиции, по совести и с помощью нашего Господа Бога. Поэтому я вот не чувствую себя какими-то карандашиками, которые создают силы с идти со мной, чем желаю всем вам. Буду помочь нам всем. В конкурсе приняли участие педагоги из 42 муниципальных образований. Участники конкурса поделились своими впечатлениями. В этом году я впервые поучаствовала в этом конкурсе, учитель Кубани по основам православной культуры. И стала лауреатом, что было очень неожиданно. Этот конкурс мне принес даже больше опыта, чем разные повышения квалификации. Я очень благодарна нашим коллегам, которые делились со мной опытом. Столько разных методик, фишечек в своей работе я для себя взяла. Очень всем благодарна. Спасибо всех Господь. Это колоссальный опыт. Это общение с коллегами. Я даже хочу сказать, что на этом конкурсе нет духа соперничества. Здесь помощь, взаимопомощь. Мы друг другу помогаем, мы друг друга узнаем. И, конечно же, хочется продолжить дальнейшее общение. Это копилочка в мой опыт. Мне это было нужно для моего личностного роста, для моего понимания Бога, для общения с другими людьми. Конкурс – это всегда интересно. На протяжении многих лет конкурс является площадкой по обмену опытом форм обучения детей, а также способствует развитию духовно-нравственного воспитания школьников Кубани. Здоровья вас, не болеете, не сидите имя Господа в школу. И никогда не падайте духом, и никогда не давайте падать духом других. С sprц rahом! С sprц ?" Субтитры создавал DimaTorzok